Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать кустики трейлерных сортов фиалок, которые вместе с вами пересаживала, формировала, в общем-то решила записать хронологию развивающихся событий. Значит, самый первый кустик это СВ, город Тулуза. После перевалки в большее Кашпо, этот кустик активно вот так вот начал цвести. Некоторые цветочки уже начинают портиться, вот серединка, видите, уже коричневеет. Но на смену увядшим цветам уже идут вот новые цветоносы. Вот это вот есть особенность такая трейлерных сортов фиалок. На смену увядшим цветам очень быстро приходят новые цветочки. И таким образом цветение получается действительно неприродное. Значит, какой уход за этим кустиком? Ну, дальше, да, формирование, уход. В принципе, все очень просто. Обязательно нужно поворачивать кустик к свету, потому что, ну, вполне естественно, да, что какая-то сторона кустика больше получает освещение, а какая-то меньше. Вот, а чтобы кустик равномерно рос раз где-то в три дня, вот, нужно поворачивать по часовой стрелке, чтобы освещение распределялось по всем вот этим вот трем розеточкам равномерно. Значит, дальше. В каждой пазухе листочка, вот там вот внизу, в глубине кустика уже есть пасынки. Вот, значит, чтобы эти пасынки росли, чтобы им ничего не мешало, некоторые листочки иногда нужно убирать. Вот в данном случае, смотрите, у меня вот тут вот в серединке вот такой вот гребень идет, да, из таких вот крупных листьев, которые и затеняют, естественно, пасынки, вот, и смещают основную голову, ну, как бы тоже центр, вот видите, получается, как бы в глубине наезжают эти листики на вот эти листики, и таким образом центр закрывается. Значит, вот эти листики, вот этот гребень, его нужно убрать. Но вот там вот в глубине листиков, в каждой пазухе вот этого листика, есть пасынки. И убирать полностью листы нельзя, но для формирования кустика, чтобы свет туда попал, значит, просто снимаю часть листовой пластины, а вот этот черешочек я оставляю. Много листьев снимать не нужно, убирайте постепенно те, которые считаете нужным. Ну, я вот три уберу. Все, пока вот три. Вот у меня центр открылся. Значит, часть листовой пластины я убрала, и где-то через недельку, в общем-то, я просматриваю оставшиеся вот эти вот черешки, потому что они со временем, эти черешки, будут у вас вот так вот подгнивать. И чтобы никакой там инфекции, никакой болезни не занести, да, вот бактериоза. Просто увидели, что вот такой вот водянистый черешок стал, потянули этот черешочек вот так вот осторожно, и он выскочит. Пасынок при этом не затрагивается. Вот, в общем-то, все это про... Вот у меня вот один, вот тут я раньше убирала листик, вот он уже вот подгнил. Вот я его сейчас тоже уберу. Вот просто тяну, вот он, и он вытащил. И все. Значит, со временем, вот эти вот основные головы, вот основные головы, да, те, которые сейчас цветут, они будут спускаться вниз, а пасынки будут постепенно открываться, и со временем они тоже зацветут. А это процесс не быстрый, вот, поэтому здесь нужно запастись терпением. 23 река Волга. После пересадки в большее кашпо кустик начал цвести. Ему здесь вот комфортно, хорошо, не тесно, вот. Но пасынков нету, нету. Очень долго росли эти розеточки в тесном кашпо, поэтому трейлер не пасынковался. Сейчас вот зацветение идет, и я уверена, что скоро, уже совсем скоро, там вот внизу в пазухах листочков и пасынки появятся. Вот. Дальнейшее формирование, уход очень простой. Тут листики не мешают друг другу, то есть ничего вообще удалять не нужно. Вот. Единственное, поворачиваем к освещению, как я уже сказала, раз в три дня по часовой стрелке. Покажу вам еще один кустик, тоже 23 река Волга. Значит, этот кустик я формировала тоже из трех розеточек, но я трем розеточкам дала сразу большее кашпо. И у меня сейчас вот зацветли тоже вот вот эти основные головы, а в пазухах листочков, посмотрите, там уже полно пасынков, которые тоже растут. Вот. Видите, вот полно. Это вот о чем говорит? Это говорит о том, что трейлеры, если им тесно, они пасынковаться не будут. Возможно, они будут свести, но пасынковаться не будут. А даже если они и запасынкуются на каком-то этапе роста, то эти пасынки будут плохо расти и, в общем-то, пока они у вас вырастут, у вас вот эта основная голова состарится и оголится стебель, и тогда ее придется срезать. Вот. Значит, 23 река Волга это трейлер ампельный, кустового типа, можно так сказать. Вообще, вот трейлеры, они разные. Есть ампельные, чисто ампельные трейлеры, есть чисто кустовые трейлеры, а есть вот что-то между ампельным и между кустовым трейлером. СВ город Тулуза это вот как раз такой тип. 23 река Волга, ну и там я уже не помню, есть еще такие что-то между ампельным и между кустовым. Вот. Дальнейшее формирование даже вот этого вот кустика, ну тоже возможно где-то вот листики, которые будут сильно наезжать друг на друга, можно будет снять листовую пластину. Вот. Ну пока что, пока что вообще ничего не нужно снимать, просто поворачивать к свету и запастись терпением. Так, еще один кустик, который... У меня, кстати, вот 23 река Волга, напомню, на верхнем поливе растет, на верхнем. СВ город Тулуза на Фитиле вот это поливаю, тередую. Бывает, по краю горшочка поливаю, бывает, в поддоны. Ну вот здесь вот уже по краю горшочка сложно, да, полить, но нужно очень-очень осторожно, очень аккуратно, чтобы нигде не попала вода в центр пасынка. Вот, чтобы загнивание не произошло. Но я хочу сказать, что если у вас растение здоровое, крепкое, то даже если где-то попадет там водичка, то, в общем-то, ничего страшного не случится. Ну, так, не постоянно будут попадать, да, там, я не знаю, ну раз-то, может, два неаккуратно полили, то есть, все, все это они переживают очень нормально, безболезненно. Так, дальше кустик 20, ой, 20, ДС Жасмин, да, тоже, помните, делали, тоже делала перевалку, отдельно росло у меня три розеточки, я их высадила в одну кашпу. Смотрите, как уже подросли. Я вам говорила о том, да, что, чтобы кустик, чтобы кустику придать форму, каждый день, там раз в три дня подходить и заправлять листики. Вот, я подходила, заправляла, потом мне надавила, и я, знаете, вот такие вот палочки, ой, палочки вот так вот поставила и направила таким образом головы основные, ну, каждую вниз, да, значит, тут уже тоже у нас и цветоносы заложились, ну, вот этот вот больше, немножко больше, вот эта детка была, старт, поэтому она сейчас и зацветет раньше, эти были чуть поменьше, ну, там тоже уже есть цветоносы, вот, и тоже там уже, вот и пасынки у кустика есть, где-то побольше пасынок, пасынки, где-то чуть поменьше, но это ничего страшного, тоже, какой дальше уход, какое формирование, освещение, поворачиваем по часовой стрелке, ДС Жасмин, это ампельный трейлер, ну, тоже, вот у меня, видите, вот он не совсем ампельный, как бы и кустовая форма, да, вот, поэтому, я думаю, что со временем, вот эти головы, они тоже, вот, больше сюда, вот, ну, опустятся, и, а пасынки будут догонять основную голову, вот, то есть, то есть, вот так вот, значит, на фитиль я, так и не поставила этот кустик, но, смотрите, вот некоторые трейлеры, я поливаю, вот, либо перлит, либо керамзит можно, ставите, вот, и вы его увлажняете, все время, и получается, как больше, знаете, полив в поддон, или, вот, как капиллярные маты, работает, ну, вот, что-то вот такое, вот, даже я так делаю, двадцать, ой, двадцать три, да что ж мне это, двадцать три, а на река оленек, смотрите, это кустик, я делала пересадку этому кустику, я тоже записывала видео, напомню, видео было под названием, почему фиалки плохо растут, вот, я показывала, да, если начинается некроз на листьях у фиалок, то, возможно, вы оставили при перевалке детки, там, или старта, слишком длинный стволик, и вот, на видео, которое я записывала, об этой проблеме, там я, ну, поснимала пасынки, поукореняла их отдельно, а был еще у меня кустик, где я часть корневой системы сохранила, то есть, я подрезала лишний стволик, но, часть корней, которые там были на оставшемся стволике, я оставила, после такой пересадки, частичной, у меня кустик стоял в тепличке, потому что корней было мало, а листьев было много, вот в тепличке он у меня зацвел, я открыла тепличку, и смотрю, а там цветы, и вот вчера буквально с теплички достала, но, я, горшочек здесь давала побольше, сразу, ну, как бы сразу на постоянное место жительства, высадила этот трейлер, я так думаю, что на фитиль кустик рано ставить, но мне не хочется испортить красоту, поэтому я тоже вот так вот перлит на дно вот этой емкости, да, насыпала, увлажнила его, и вот так вот поставила, и переувлажнение здесь не будет, ну, то есть, влажность будет вполне умеренная, и кустик будет расти, а потом, вот, из дренажных отверстий, как только корешки появятся, они появятся, можно уже ставить, на фитиль. На этом, дорогие друзья, на сегодня все, буду с вами прощаться, всем всего доброго, мира, добра и благополучия. Субтитры создавал DimaTorzok